Чем запомнится год законодателям Владимирской области? Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу регионального парламента. Трудиться депутатам пришлось в усиленном режиме, решая текущие вопросы. Народные избранники разрабатывали меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронакризиса, помогали медикам, на которых в этом году свалилась особая нагрузка и не забывали о бюджете. Обо всем по порядку в нашей программе. Проблемы в сфере здравоохранения законодатели начали обсуждать задолго до того, как коронавирус приобрался в нашу область. Парламентариям пришлось вмешаться в конфликт работников станции скорой помощи во Владимире и руководство учреждения, а после наступления пандемии разрабатывать действенные меры поддержки медиков. Рассказываем обо всем по порядку. Снова встретились, чтобы решать проблемы скорой. На станции скорой помощи прошло очередное заседание рабочей группы ЗАГС Собрания общественников и медиков по проблемам медучреждения. Медики жалуют, что новый договор по стимулирующим выплатам не готов. Машины рабочих бригад не хватает. Да и работа на планшетах, которые были специально закуплены для персонала, оценивается как неудовлетворительная. Фельдшеры тратят драгоценное время на вызовах, на то, чтобы вносить данные в электронное устройство. А это отнимает много времени. Мы обсуждали с администрацией возможность временно, пока не будет налажена эта система, вообще отказаться от того, чтобы медицинские работники на выездах занимались вот этим экзекуцией. Другими словами, наверное, не назовешь, когда 20 минут один фельдшер осматривает, помогает пациенту, а второй пытается внести данные в планшет. По плану рабочая группа должна была собраться в начале марта, чтобы разобрать, какая работа проделана для улучшения ситуации в медучреждении. Но неочередное заседание собирают уже в третий раз. Ведь медики утверждают, что ситуация на скорой только усугубляется. Так, к примеру, медики жаловались, что были вынуждены принимать по несколько вызовов одновременно и самостоятельно решать, на какой из них отправляться в первую очередь. Однако в облздраве тогда заверили, что все проблемы решены. В случае дублирования вызов бригад скорой медицинской помощи носил единичный характер и произошли из-за ошибки диспетчера службы скорой медицинской помощи. Эти случаи были детально разобраны. Руководителю станции скорой медицинской помощи города Владимира было указано на недопустимость повторения подобной практики. Сейчас данная проблема устранена. На собрание рабочей группы пришел директор облздрава. А вот главврач Сергей Кулебаба пообщаться с медицинским персоналом не смог. Ушел на больничный. Вместо себя отправил зама Георгия Жукова. Тот рассказал, что у станции есть еще и проблемы с закупкой медицинских препаратов. Препараты от СИЗОЛ, НОВКАИН, АМИД невозможно закупить ввиду отсутствия их у фармкомпаний. На запросы коммерческих предложений у нас на данный момент не поступило. Преднизолон был закуплен в конце декабря 2019 года, после чего поступил ряд сигналов от медицинских работников об отсутствии терапевтического эффекта от этого препарата. Ввиду этого с 15 января 2020 года было направлено оповещение в территориальные органы Росздрава. И вся партия препаратов на данный момент находится в карантине. ЗАГС Собрания уверена, с таким отношением к персоналу и работе скорой в целом руководство не спешит с решением накопившихся проблем. Многие проблемы, которые существуют на станции скорой помощи, можно решить, просто разговаривая с людьми. Нужно уметь слышать, слушать людей. К сожалению, на сегодняшний момент я не увидел такого жгучего желания у администрации станции скорой помощи вести диалог с собственным коллективом. Я увидел то, что до этого никаких попыток проинформировать коллектив о том, что работа проводится, не было. Пришлось вообще спрашивать, а проводятся ли у вас планерки на станции скорой помощи. Потому что обсуждались очень такие приземленные рабочие вопросы. Екатерина Корнилова, 6 канал. Главврача Владимирской неотложки уволят. Об этом заявили на итоговом собрании рабочей группы ЗАГС Собрания по проблемам Владимирской станции скорой помощи. О них общественности стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда медики требовали вернуть зарплаты на прежний уровень и жаловались на нехватку кадров. Вице-спикер облпарламента Роман Каменов и глава социального комитета Сергей Биряков по поручению председателя ЗАГС Собрания Владимира Киселева встретились с трудовым коллективом и создали рабочую группу. Прошло несколько заседаний. Были сформулированы рекомендации по оздоровлению ситуации и назначен срок их исполнения – март 2020 года. Но к этому сроку позиция главврача по большинству вопросов так и не приблизилась к мнению коллектива, заявили депутаты. Остались нерешенные, достаточно значимые проблемы в том, чтобы в целом здание скорой помощи в городе Владимире было новое, приспособленное, в более удобном месте с двумя выездами, а не с одним, как сейчас. С сервитутом для выезда из существующего здания по-прежнему проблема. Собственникам земли договориться не удалось. Был разговор о судебном разбирательстве, однако никакой информации по этому вопросу до сих пор нет. Конфликт руководства скорой и коллектива ставит под угрозу оказание качественной медицинской помощи. Пришли к выводу депутаты. Как итог, главврачом станции скорой помощи во Владимире вскоре будет другой человек. А депутаты облпарламента продолжат контролировать ситуацию, заявил вице-спикер ЗС. Сегодня принято решение, несмотря на то, что группа, безусловно, прекращает свое действие, но законодательное собрание продолжит контроль над ситуацией. Те вопросы, которые пока не решены, но рекомендованы к решению, и решением этих вопросов займется непосредственно администрация Владимирского, как, наверное, и должно быть изначально, но, тем не менее, законодательное собрание не отстраняется. Среди первоочередных вопросов по-прежнему. Укомплектованность кадрами, автомобилями, дефибрилляторами. Вопрос со стимулирующими выплатами и зарплатами водителей. Вопрос санобработки автомобилей скорой помощи в связи с коронавирусом. С администрацией города Владимира будет выбираться место под строительство нового здания станции скорой помощи. Алексей Домнин, 6 канал. Почему не работает закон о страховых выплатах медикам, которые заразились COVID-19? В этом вопросе разбирались на заседании комитета ЗС по соцполитике и здравоохранению. Еще в конце апреля парламентарии приняли поправки в закон. С их помощью медработников, которые заразились коронавирусом, обязаны страховать в повышенном размере. Если обычная выплата составляет 10 тысяч рублей, то при заболевании коронавирусом 50. Однако эта мера поддержки так и не заработала. По данным членов комитета, ни одному из пострадавших медиков страховку по областному закону получить не удалось. Почему так? Члены комитета попытались разобраться вместе с руководством облздрава. Оно пояснило, сбой произошел потому, что не удалось договориться со страховщиками. Заявленные в законе 50 тысяч рублей они соглашались выплачивать только в смертельных случаях. При болезни медика суммы страховки предлагаются гораздо меньше. В бюджете, во-первых, не заложены денежные средства. Для того, чтобы застраховать человека, нужно вносить эти страховые взносы. При этом наши медработники, согласно тем предложениям, которые нам дали страховые компании, они будут по своей болезни, если они заболеют, получать от тысячи, но даже что-то меньше, от 500 до 1000 рублей. Некоторые 5000 рублей предлагают. В результате сейчас рассчитывать медики могут только на федеральные выплаты, которые установил президент. По официальной статистике Фонда социального страхования, такие страховые суммы назначили 1040 людям. 16 человек из них умерли. В этом случае страховку получает семья. Федеральные суммы значительно превосходят областные, около 69 тысяч рублей по болезни и более 2 миллионов рублей в случае летального исхода. Однако региональные выплаты медики, которые пострадали от коронавируса, тоже должны получить. Комитет принял решение о том, чтобы просить департаменту в течение недели представить информацию об исполнении этого закона. Ну и поступило также предложение создания рабочей группы по реализации этого закона о обязательном медицинском страховании в части тех медиков, которые работают с COVID-19. То есть считаем, что эта мера должна работать. То есть медицинские работники и те, которые заболели, и те, которые тем более погибли во время борьбы с инфекцией, должны получать и их семьи достойные выплаты. Обязательный публичный отчет губернаторов. В ЗАГСобрании прошло заседание Комитета по соцполитике и здравоохранению. Депутаты собрались, чтобы услышать мнение главы региона о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Напомним, в прошлом году с аналогичной темой, правда, на общем собрании выступала экс-чиновница Марина Чекунова. Ей ассистировала замдиректора Департамента здравоохранения Елена Старостина. Но тогда депутаты остались недовольны отчетом. Всем известно, как выглядят наши больницы. На них без слез не взглянешь. А чиновницы говорили о каких-то мелочах. Отсутствие питьевой воды в кулерах. Об этом тоже пациенты говорят. Официальные сайты учреждения не в полной мере доступны или не в полной мере удобны для пользователей. То есть иногда затруднительно найти какую-то информацию. Также по результатам было выявлено, как и у других сфер, я обратила внимание, да, это доступность части для инвалидов. В этот раз депутаты надеялись услышать отчет действительно о проблемах. Новый доклад губернатора представлял его зам по соцполитике. В связи с эпидемией коронавируса пресса наблюдала за заседанием в онлайн-режиме. И сказанного чиновникам стало ясно, что годы идут, а проблемы в региональной медицине те же. Основные недостатки. Доступность к услугам для инвалидов. Недостаточные условия для слабовидящих пациентов. Нет дублирования информации в шрифтном брайле. Не везде установлены пандусы. И соответствуют адаптационные подъемники для колесочных больных. Ни в одной организации, по словам пациентов, нет специального персонала, сопровождающих работников. После доклада у депутатов осталось масса вопросов. В частности, о том, реализуются ли в регионе госполитика в сфере здравоохранения. И почему ситуация скорее планомерно ухудшается, несмотря на отчеты чиновников Белого дома. Есть ощущение, что у нас государственная политика в области здравоохранения, в области, в принципе, не реализуется. Затягивается строительство ФАП, не исполняется эта программа. Врачи, медицинские работники не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Сотрудники скорой помощи уезжают на вызовы, в том числе к ковидным больным, без масок, халаток. Так, уходят медицинские работники не только в соседние области, но и в коммерцию. Так, например, из 38 ФАПов, которые должны были сдать в этом году, не сдан пока ни один. А четыре вообще с прошлого года висят. Но чиновники пытаются переложить ответственность на подрядчиков. И надеются, что до конца года ситуацию удастся подправить. Но как бы ни оправдывались чиновники, их отчет депутаты сочли неудовлетворительным. Кроме депутатского отчета на повестке дня еще один важный вопрос. Как осуществляется выплата стимулирующих надбавок, которые положены медикам? По заверениям счетной палаты, обязательства перед ними исполнены. Долгов нет. Проведенная нами проверка показала, что за период апрель-август 2020 года кассовые расходы госучреждений здравоохранения на осуществление стимулирующих выплат составили в общей сумме 837 миллионов рублей. В том числе за особые условия труда 358 миллионов рублей. За выполнение особо важных работ 479 миллионов рублей. У депутатов и здесь вопрос. Обращения от медиков есть. Схемы, по которым им выплачивают деньги, постоянно меняются. Медработники только недавно снова выходили на митинг и, вероятно, не от хорошей жизни. Депутаты законодательного собрания эти обращения держат на особом контроле. Пока говорить о том, что там есть такие серьезные случаи нецелевого расходования средств не приходится. То есть некоторые замечания в этом направлении сделаны. Но после получения документа об устранении недостатков мы можем увидеть, что либо эта система как-то выровняется, и все, кто этого заслуживает, будут получать дополнительные средства. В ближайшее время депутаты планируют провести проверку, касающуюся выплат медикам, которые работают с ковидными пациентами. Немало трудностей выпало и на долю предпринимателей в этом году. В связи с режимом самоизоляции многим пришлось на время остановить производство. Чтобы после вынужденного отдыха бизнес остался на плаву, законодателям пришлось экстренно разрабатывать меры поддержки. Вспомним, как это было. Бизнес поддержит. Сегодня губернатор подписал закон о поддержке малого и среднего предпринимательства региона. Его авторами являются депутаты фракции Единой России в законодательном собрании области. Закон продолжает линию госпомощи, которую установил президент РФ и должен помочь наиболее пострадавшим предприятиям от коронакризиса. Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения по ряду направлений деятельности. И по системе дохода минус расходы, и по системе доходы. А также уменьшены суммы выплат по патентам. Базовая доходность также уменьшена в два раза по ряду видов деятельности. В основу разработанного и уже принятого документа легли именно предложения предпринимателей. Депутаты Единой России учли в своей работе обращение бизнес-омбудсмена, торгово-промышленной палаты, ассоциации работодателей и других представителей предпринимательского сообщества. Поддержку получат не только виды деятельности, которые определил президент и правительство страны. Помимо безусловной поддержки этих видов деятельности, мы также включили туда дополнительные, которые свойственны нашему региону. Например, обрабатывающие производства расширили перечень видов деятельности в области здравоохранения, которые смогут воспользоваться этими мерами поддержки. Список видов деятельности также был расширен, чтобы исключить проблему, с которой столкнулись многие предприниматели региона. Из-за формальности в госреестре бизнесмены не могли получить гарантированную государством субсидию или льготу. Кроме того, по транспортному налогу льготу получают предприятия, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Половину ставки мы уменьшаем для этих предприятий, и они смогут почувствовать эти меры поддержки уже сейчас. И самое главное, меры поддержки бизнеса будут действовать весь 2020 год, то есть не только в период пандемии. Уже сейчас мерами налоговой поддержки могут воспользоваться, по оценкам депутатов Единой России, около 15 тысяч предпринимателей региона. Никита Кролёв, Шестой канал. В регионе приняли закон об инвестиционном налоговом вычете. Он позволит ряду предприятий области инвестировать больше средств в оборудование при уменьшении налога на прибыль. С одной стороны, это повысит привлекательность Владимирской области для новых инвесторов. С другой, будет стимулировать развитие уже существующих компаний. Напомним, в первом чтении законопроект приняли еще в мае 2019 года. После этого поступил ряд поправок, которые учли в итоговой версии. Так, например, заработает закон уже с 2021 года, а не с 2023, как предполагалось ранее. Кроме того, решено расширить перечень предприятий, которые смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. В течение 7 лет, с 2021 по 2027 годы, льготой смогут воспользоваться следующие предприятия. Предприятия, которые участвуют в национальном проекте повышения производительности труда и занятости. Те организации, которые участвуют в государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, уточнены положения применения его для тех организаций, которые уже получают меры инвестиционной поддержки в нашем регионе. На заседании ЗАГС-собрания участники обсуждения отметили, что по поручению президента страны регионам планируют компенсировать дополнительные расходы, которые возникнут в результате мер налоговой поддержки. Правительство будет готовить тоже комплекс мер, который направлен на компенсацию регионам тех дополнительных налоговых расходов, ну, по сути, недополученных доходов, которые будут складываться в результате предоставления вот этой меры налоговой поддержки. Поэтому здесь мы, конечно, поддерживаем принятие этого закона. Закон позволит компаниям снизить уплату налога более чем в два раза. Сэкономленные средства можно будет потратить на развитие предприятия, техническое перевооружение основных средств, реконструкцию, модернизацию. Кроме того, в рамках заседания парламентарии рассмотрели отчет об исполнении бюджета за 2019 год. В том числе и обсудили раздел об увеличении бюджетов на местах, чтобы главы самостоятельно определяли, на что в первую очередь необходимо направить средства. Так, к примеру, парламентарии предлагают рассмотреть возможность зачисления доходов от акцизов на биво в местный бюджет. Я уверен, что вот эти денежные средства можно использовать в том числе в органах местного самоправления на какие-то нужды граждан, которые там проживают. Второе предложение – это увеличение объема субсидий для муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности. Предприниматели, пострадавших от коронавирусных ограничений, поддержали в ЗАГС собрании. Речь об освобождении ряда налогоплательщиков от единого налога на вмененный доход со второго квартала 2020 года. Касается поддержка тех предприятий и организаций, которые простаивали без работы в период самоизоляции. Однако многие из них не были указаны в апрельском постановлении правительства о наиболее пострадавших отраслях экономики. Поэтому мы посоветовались и с налоговой инспекцией, и с органами местного самоправления, и с полномоченным по защите прав предпринимателей Владимирской области. И приняли сегодня решение, приняли постановление законодательного собрания, которое рекомендует органам местного самоправления освободить от налога на вмененный доход те категории налогоплательщиков малого бизнеса, которые наиболее пострадали от коронавируса за второй квартал. Кроме этого, учитывая то, что бюджеты органов местного самоправления у нас недополучат достаточно серьезные денежные средства из-за того, что мы освобождаем эту категорию налогоплательщиков, плюсом, к сожалению, собираемость ряда других налогов, она тоже падает из-за коронавируса. Мы предлагаем областной администрации, администрации Владимирской области, компенсировать упадающие доходы органов местного самоправления за счет тех денежных средств, которые у нас пришли из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Налоговое послабление, к примеру, коснется гостиниц, автомастерских и автомоек, предприятий ветеринарного и бытового обслуживания, небольших магазинчиков и точек общепита площадью не более 150 квадратных метров. Встретились в онлайне. На внеочередном заседании ЗАГС собрания депутаты уже по привычке держали дистанцию по санитарным соображениям. При этом обсудили ряд важных решений. В частности, снизили предпринимателям на упрощенки налоговые ставки. Закон разработали Роман Кавинов и Михаил Максюков. Авторы предлагают снизить ставки по налогам для тех организаций, которые применяли единый налог на вмененный доход. То есть с 15 до 9% дохода минус расходы, или если свала, то не 6%, а в следующем году будет 4% ставка налога по ВСН для таких субъектов предпринимательства. И тем самым мы позволим более чем тысячи организаций, малых организаций нашей области, которые вынуждены будут перейти на новую систему налогоблажения, сделать этот переход более мягким и сохранить, собственно говоря, рабочие места и свой бизнес. Как отмечает один из авторов закона проекта, право применять сниженную налоговую ставку будут иметь только те предприниматели, у которых доходы составляют не менее 70% от общей выручки. Также депутаты одобрили и передачу налога на профессиональный доход в бюджеты муниципалитетов в полном объеме. Такое решение было принято также в связи с отменой налога на вмененный доход. Раньше налог на профессиональный доход в размере 63% полностью зачислялся в областной бюджет, а оставшийся 37% в фонд ОМС. Сейчас же депутаты решили передать его полностью муниципалитетам. Правда, произойдет это не раньше 2022 года. Дело в том, что пока у налоговых органов не отработаны механизмы до конца определения, в какой именно из муниципалитетов нашей области должен зачисляться этот налог. Поэтому с 2021 года, то есть решение о том, что это доходная часть муниципальных бюджетов будет, но они будут по определенной формуле переспределены с областного уровня в 2021 году, а с 2022 года уже непосредственно будет поступать в муниципальный бюджет этот вид налога. Как говорят чиновники, передача средств даст не только стимул развивать малый бизнес на местах, но и поможет повысить сбор налогов с предпринимателей, которые ранее были неплатильщиками. Долю 63% законопроектам предлагается передать в бюджеты городских кургов и муниципальных районов. Для чего? Для вывода из тени неучтенных доходов самозанятых, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, но не уплачивали до настоящего времени доход. И соответственно, эти граждане и предприниматели находятся на территории муниципальных образований. И естественно, более качественная работа будет проведена, если мы передадим их на местный уровень. В этом же законопроекте устанавливаются дополнительные дифференцированные нормативы отчислений в местный бюджет на трехлетний срок с 2021 года. Это также связано с отменой налога на вмененный доход, отмечают в департаменте финансов. При переходе предпринимателя на упрощенку налог делился между областным и муниципальным бюджетом. Из-за этого возникали выпадающие доходы. Поэтому, чтобы восполнить местные бюджеты, область еще с 2016 начала делегировать муниципалитетам полномочия по сбору налогов. Частично или полностью. Ежегодно мы передавали часть налогов на местный уровень. И в том числе налога по упрощенной системе налогообложений. С учетом ранее переданных дополнительных доходов, средства в местных бюджетах будут переданы около миллиарда 200. По дифференцированным нормативам эта сумма более 300 миллионов рублей. На онлайн заседании депутаты признали, что закон о патентной системе налогообложения утратил свою силу. Поэтому его доработали и приняли в новой редакции. Согласно поправкам, расширены виды деятельности, на которые можно приобрести патент. А также предпринимателям дана возможность снизить сумму налога. Этим мы завершаем такой большой этап работы, которую провели по поддержке предпринимателей. И делаем это в последний возможный для этого день. В том числе в связи с этим нам с вами пришлось работать в очередном заседании. В срочном порядке законодателям пришлось вмешиваться и в ситуацию с пассажироперевозками в регионе. Потому что депутатам пожаловались жители районных центров. Что происходит с рынком пассажироперевозок в регионе? Эту проблему подняли на минувшем заседании ЗС. Жители области, районные чиновники и переводчики обратились к депутатам регионального парламента. Люди жалуются, что в Радужном, Собинке и Судок, где меняются компании, которые занимаются пригородными перевозками. Причем якобы при помощи департамента транспорта. Вице-спикер Дмитрий Рожков зачитал часть обращения от главы администрации Радужного. Тот сообщил, что перевозками в городе уже 15 лет занимается муниципальное предприятие. Семь автобусов большого класса и один среднего совершают в день 56 рейсов. И договор на эту деятельность у МУПа действует до 1 июля 2020 года. Но департамент транспорта в январе вдруг поменял правила игры и поставил условия на перевозку в Радужный восьми автобусами именно среднего класса. И произошло это, по заверениям руководства Радужного, без предупреждения. Мотивы принятия такого решения непонятны и неизвестны. Ежедневно в город Владимир из зато Радужного на работу и учебу лечения выезжает 3500 жителей. Из них 1500 на автобусах МУП АТП. Таким образом, установленные департаментом 8 единиц автобусов среднего класса не могут обеспечить потребность населения в перевозках автобусном маршруте номер 115. Рожков предложил по этому обращению подготовить депутатский запрос губернатору. Его в этом поддержали. Тысячи граждан собирают подписи в поддержку тех предприятий автотранспортных, которые годами работали, годами строили коллективы. И сегодня, знаете, складывается впечатление, я надеюсь, что я ошибаюсь, но впечатление такое складывается, что происходит банальный передел рынка пассажироперевозок. Прояснить ситуацию попытался директор департамента транспорта Алексей Косилов. Он заявил, что департамент делает все по закону, а информация о пассажироперевозках в Радужном у депутатов неверная. И в конкурсе за 115 маршрут, который будет проходить весной, МУП АТП также может победить. Перевозчик любой может заявить транспортные средства с улучшенными характеристиками, не с улучшенными, он может заявить 8 автобусов большого класса, пожалуйста. Но минимальные требования 4 среднего, 4 большого. Косилов также заявил, что от перевозчиков к нему никаких обращений не поступало. Директор департамента транспорта считает, что региональные власти делают все, чтобы улучшить пассажироперевозки в области, а перевозчики упираются. Мы здесь сейчас с вами наблюдаем. Просто прямым текстом скажу, отдайте нам маршрут. Вот и все. Потому что мы на нем работаем, мы живем, мы привыкли, автобусу у нас по 30 лет и ничего мы делать не будем. Вот и все. Это если вкратце. Но это ЗАГС собрание, по всей видимости, не убедило. Депутаты усмотрели системность действиях департамента. Ведь жалуются на давление сразу несколько перевозчиков. То, что делает у нас сегодня, к сожалению, автовокзал департамент, ну, я не вижу системы, вернее, стремления улучшить. А, к сожалению, во многих случаях и граждане выражают опасения в том, что будет намного хуже. Поэтому, безусловно, полностью поддерживаю запрос Дмитрия Анатольевича Рожкова. Законодательное собрание не должно так просто оставлять вот этот вопрос. Владимир Киселёв также пообещал по вопросу пассажироперевозок создать рабочую группу и направить запрос в правоохранительные органы. Никита Королёв, Шестой канал. Народные избранники раскритиковали ответ областной администрации. Речь о межмуниципальных автобусных перевозках пассажиров. Вопрос был поднят ещё на февральском заседании ЗАГС собрания. Депутатов беспокоит повышение стоимости услуг Владимирского автовокзала для перевозчиков. Новый механизм оплаты грозит ростом затрат от 100 до 3000 процентов. Кроме того, на ходу меняются правила игры, а именно условия проведения конкурсов, требования к подвижному составу. Теперь на линиях можно увидеть автобусы меньшей вместимости. Вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков попросил губернатора объясниться. На депутатский запрос пришёл ответ от первого вице-губернатора по соцполитике. Сергей Шевченко даёт понять, что новый механизм оплаты услуг нужен для оздоровления ситуации на Владимирском автовокзале. А как же пассажиры? Меры по оздоровлению предпринимаемой администрации Владимирской области для ГУП Владимирский автовокзал напрямую отразятся на кошельках наших граждан и затратах перевозчиков. С перевозчиками тоже чехарда. Люди жалуются, что в Радужном, Собинке и Судогде меняются компании, которые годами занимались пригородными перевозками. На место старых приходят новые перевозчики, у которых автобусы меньше по вместимости пассажиров, чем у предыдущих компаний. И, кстати, популярный маршрут Владимир-Радужный теперь почему-то предлагается заканчивать прямо у контрольно-пропускного пункта. Предложение Департамента транспорта маршрута номер 115 осуществлять перевозки пассажиров до контрольно-пропускного пункта на въезде в город Радужный вызывает неудумение. Это ухудшит существующие условия транспортного обслуживания для жителей города. На указанном пункте отсутствует здание, позволяющее разместить пассажиров на время ожидания, а также разворотное кольцо и возможность осуществления разворота. По поводу автобусов меньшей вместимости, чиновники областной администрации ответили, что изменили классы транспортных средств с учетом фактического пассажиропотока и сведений от владельцев автовокзалов. Департаментом транспорта произведен расчет, исходя из данных наполняемости транспортных средств, полученных только от владельца автовокзала в городе Владимир. Расчет произведен за три месяца, тогда как в течение года пассажиропоток неравномерный. Таким образом, это не отражает реальные картины фактического пассажиропотока на межмуниципальных перевозках и маршрутах. В общем, ответ нового куратора по соцполитике про межмуниципальные пассажироперевозки народные избранники сочли отпиской. На депутатский запрос Сергей Шевченко ответил поверхностно и в некоторых местах отклонился от сути проблем. Там очень много не по сути ответов. Либо ответов такие, которые, ну, они вроде бы как формально ответы, а по факту проблема остается нерешенной, которую Дмитрий Анатольевич и жители главной Владимирской области, жители Радужного, жители Собинского района, жители Судогодского района нам, как депутатам, задавали губернатору исполнительной власти. В итоге информацию вице-губернатора Шевченко признали неудовлетворительной, а меры по стабилизации положения на рынке межмуниципальных пассажироперевозок, принимаемые областной администрацией, недостаточными для решения проблем. Алексей Дудин, Шестой канал. Собираться депутатам на заседание приходилось в том числе и для утверждения бюджета на следующий год. В этом плане все прошло стандартно. К концу 2020-го бюджет утвердили в двух чтениях. Куда пойдут деньги, расскажем далее. Бюджет на 2021 год прошел первое чтение. Депутатский корпус ЗАГСобрания утвердил основные его параметры – расходы, доходы и дефицит. Основная доля расходов в областном бюджете в ближайший год будет заложена на социальную сферу. Свыше 70% планируется направить на здравоохранение, образование, культуру, спорт и социальную политику. При этом дефицит бюджета в 2021 году составит более 4,5 миллиардов рублей. Но несмотря на это, все социальные обязательства перед гражданами будут сохранены. Планируется построить два детских сада и три школы в городе Владимире и Коврове. Завершить реконструкцию терапевтического корпуса, кодокушерский корпус Ковровской больницы. Начать строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы, поликлиники в микрорайоне, заклязинские станции, скорой помощи в городе Владимире. А еще в будущем году в бюджете запланированы средства на 4 объекта культуры в сельской местности и на реконструкцию Владимирского театра драмы, который серьезно пострадал из-за пожара. Почти в полтора раза увеличен объем помощи местным бюджетам, часть уйдет на ремонт муниципальных дорог. Для муниципалитетов достаточно неплохой объем финансирования предусмотрен. Услышаны наказы и рекомендации депутатов о том, чтобы не снижать объем дотации муниципалитетам в 2021 году. Это выполнено. Вместе с тем депутаты видят, что ряд направлений, на наш взгляд, недостаточно профинансированы. Речь идет об экологии, снижении по сравнению с 2020 годом. Речь идет о сельском хозяйстве, также уменьшение пока бюджетных ассигнований и основная боль муниципалитетов – дороги. Все-таки мы предлагаем больше средств направить на дороги муниципалитетов. Ко второму чтению эти вопросы, мы надеемся, будут проработаны и бюджет обретет свой окончательный вид. Отдельным приложением в главном финансовом документе региона выделяется так называемый народный бюджет. Это деньги, которые планируются направить на инициативы жителей области. А в топе рейтинга пожеланий граждан на ближайшие три года – выделение субсидий муниципалитетам на строительство дорог, постройку и реконструкцию ФАПов с поликлиниками, газификация и водоснабжение на селе. Будет отремонтировано порядка 74 километров муниципальных дорог и почти 240 километров дорог в составе Владимирской агломерации, так называемой. Это город Владимир и ряд близлежащих населенных пунктов. Будет также построено 43 километра сетей водоснабжения и 70 километров газоснабжения сельской местности. Предварительно бюджет был рассмотрен на публичных слушаниях. Депутаты внесли в главный финансовый документ региона 28 рекомендаций. Парламентарии надеются, что они будут учтены. Бюджет Владимирской области принят с учетом поправок депутатов ЗАГС Собрания. Ко второму чтению в праве главного финансового документа региона было внесено 138 поправок. Среди самых важных – перераспределение денег на ремонт дорог в районах. Народные избранники говорили о том, что в нормативном состоянии надо поддерживать не только региональные трассы, но и муниципальные дороги. Вопрос об этом депутаты обсуждали с главами муниципальных образований, которые давно просят выделить деньги на эту статью расходов. Поправка депутатов фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» принята в соответствии с законодательством и не мешает администрации области реализовывать национальные проекты. Поправками фракции «Единая Россия» и фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании предлагается перераспределить средства регионального дорожного фонда. Таким образом, общий объем субсидий на ремонт и содержание дорог муниципалитетов составит 1 миллиард 167 миллионов 671 тысяч рублей в 2021 году. Инициативу депутатов поддержал глава Мурома Евгений Рычков. Он высказался о том, что на региональную дорожную инфраструктуру деньги порой расходуются не слишком экономично. И привел несколько ярких примеров, когда дорожные работники в разы завышают цену от себестоимости. В частности, Рычков привел пример стоимости остановок. По материалам это максимум 150 тысяч рублей, а по контракту... В итоге бюджет принялись депутатскими поправками. Больше 70% средств в 2021 году будет направлено на социальную сферу. К примеру, депутаты ЗС резервировали деньги на строительство поликлиники в Заклязьминском, а также детской поликлиники при Кольчугинской ЦРБ. Кроме этого, предусмотрены денежные средства на строительство нового здания станции скорой помощи. Вы знаете, что депутатами была создана специальная рабочая группа, которая изучала работу скорой помощи. Поменяли в результате работы рабочей группы главного врача. Ситуация немного улучшилась, но проблем достаточное количество, к сожалению. И мы уверены, что если будет построено новое здание, что если будут приобретены новые дополнительные автомобили для станции скорой помощи, конечно, время доезда до наших больных будет сокращаться. Ряд поправок был включен в бюджет на основании наказов избирателей. Для реализации этих самых наказов в бюджет заложили 175 миллионов рублей. Кроме того, парламентарии зарезервировали около 60 миллионов рублей на реконструкцию пострадавшего из-за пожара Владимирского драмтеатра. Плюсом к этому хочу напомнить, что мы вместе с депутатом Государственной Думы Игорем Николаевичем Игошиным, с нашим сенатором Хохловой Ольгой Николаевной обратились к руководству партии «Единая Россия» к Турчаку Андрею Анатольевичу с предложением рассмотреть возможность поддержки партии «Единая Россия» ремонта травматического театра. В результате принято решение Министерством культуры направить дополнительные 500 или 600 миллионов рублей на это строительство. В этом году расширили и перечень мер соцподдержки для жителей области. Среди тех, кто может рассчитывать на льготы, чернобыльцы, многодетные семьи и работники культуры. Как поддержат эти группы населения, рассказываем. Работникам культуры льготную ипотеку. Такой законопроект одобрили на заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания области. Впервые такая идея прозвучала на публичных слушаниях по бюджету. Спустя пять месяцев работа над документом почти завершена. Планируется, что он вступит в силу в январе 2021 года. Хочу напомнить, что подобные меры поддержки у нас сегодня есть у учителей, у работников образования, у работников здравоохранения. Ко мне обращались сотрудники учреждения культуры. Льготной ипотекой смогут воспользоваться те, кто работает в государственном и муниципальном секторе отрасли. Работники должны быть не старше 45 лет. Если же в сфере культуры трудится несколько членов семьи, например, супруги или родители, сын или дочь, то возраст не важен. Льготная ипотека предполагает субсидирование первоначального взноса на сумму не более 400 тысяч рублей и погашение банковских процентов не более 5000 рублей в месяц. Особые условия по кредиту смогут получить только нуждающиеся в улучшении жилищных условий сотрудники. По данным на ноябрь 2019 года в области таких 39 человек. Сейчас региону не хватает около 100 работников культуры. Сегодня в отрасли культуры, в государственных и муниципальных учреждениях культуры наблюдается большой дефицит кадров. И мы именно ипотекой, льготной ипотекой, данной мерой поддержки, мы хотим привлечь кадры в наши учреждения культуры. Кроме того, на заседании комитета одобрили корректировки областного закона. Речь о выплатах на третьего и последующего ребенка до трех лет. В действующей редакции в качестве критерия нуждаемости учитывается среднедушевой доход. Однако по постановлению правительства при расчетах нужно использовать другой показатель. Двукратный прожиточный минимум на одного члена семьи. Сейчас во Владимирской области среднедушевой доход превышает двукратный прожиточный минимум. По данным на третий квартал 2019 года, среднедушевой доход у нас 25 917 рублей. А двукратный прожиточный минимум 23 492 рубля. Но эти величины могут меняться. Чтобы защитить интересы многодетных семей, решено закрепить в областном законе оба расчетных критерия. Если у нас величина прожиточного минимума, она такая непостоянная, и если они по этому критерию не будут подходить для оказания мер поддержки, то они смогут воспользоваться, соответственно, другой нормой этого же закона и все равно получить мер поддержки. То есть это дает возможность еще большему количеству семей воспользоваться мерами поддержки. Предлагают расширить льготы для чернобыльцев. Этот вопрос обсудили на заседании Комитета по социальной политике ЗАГС Собрания области. Граждан, получивших дозу радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, хотят уравнять в правах. Дело в том, что сейчас компенсацию за оплату жилых помещений и коммунальных услуг получают только чернобыльцы, живущие в приватизированных квартирах. Закон действует о социальной поддержке этой категории граждан, по которому лица могут получать помощь в размере до 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг, за оплату за содержание жилого имущества. Но в законе прописана только одна форма собственности, которая в жилом помещении приватизирована. Депутаты намерены устранить несправедливость. По их мнению, подобные льготы надо распространить на всех ликвидаторов аварии, независимо от того, приватизировали они квартиру или она у них в социальном найме. Соответствующий проект закона депутаты внесут на ближайшее заседание ЗАЭС. Кроме того, председатель профильного комитета Сергей Бирюков рассказал, что парламентарии хотят выйти с подобной законодательной инициативой и в Госдуму. Эта норма очевидно направлена на справедливое оказание адресной помощи. Считаем, что это назрела норма, необходима и надеемся на поддержку и в оставшихся 84 субъектов и от старших коллег в Государственной Думе. На мат-капитал семьи с детьми смогут купить автомобиль. Владимирские парламентарии предлагают новый вариант использования детских выплат. Законодательное собрание области внесло в Госдуму проект федерального закона. Он расширит перечень нужд, на которые можно тратить средства материнского капитала. Авторы отмечают, что учли насущные потребности семьи с детьми. Семье с ребенком, а тем более с несколькими детьми, машина просто необходима. Потому что у нас и школы, и кружки, и секции. Дети, а с ними и родители, очень часто загружены. Личный транспорт, мы с вами понимаем, экономит время и силы. К тому же, своя машина – это возможность выходные, выходить на природу, побывать в интересных местах, посмотреть достопримечательности соседних городов. То есть появляются дополнительные варианты полезного содержательного досуга. Мы считаем, что необходимо расширить перечень целей, на которые может быть направлен материнский капитал. Чтобы государственные деньги точно были потрачены в интересах детей, в законопроекте предусмотрены ограничения. Машина, которую захотят купить на мат-капитал, должна быть отечественного производства стоимостью до полутора миллионов рублей, мощностью не выше 150 лошадиных сил. В салоне должно быть не более 8 пассажирских мест. Кроме того, покупку нужно будет оформить в общую собственность детей и родителей. В течение трех лет автомобиль нельзя будет переоборудовать или продать. Иначе всю сумму придется вернуть в пенсионный фонд. В многодетной семье Спиридоновых из Меленковского района трое детей. Супруги Ольга и Алексей уверены, новый законопроект точно улучшит качество жизни детей и родителей, особенно в деревнях и селах. Мы, например, возили детей в музыкальную школу и в спорткомплекс. Естественно, без автомобиля это было бы нереально, так как во многих селах нет возможности для всестороннего развития детей. Родителям приходится везти детей в горы для этого. С автомобилем, естественно, легче получить своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь. Как правило, в селах нет нужных специалистов. Чтобы получить эту помощь, необходимо ехать с детьми в горы. Уже сейчас в некоторых регионах страны разрешено тратить материнский капитал на приобретение автомобиля. Правда, речь идет именно о региональной выплате. Принятие новой формы на федеральном уровне обеспечит единообразие законодательства на всей территории России. Нововведений в жизни владимирцев в этом году много. И не все они связаны с коронавирусом. Например, теперь жители области могут спокойно отдыхать в дневные часы, не боясь ремонта у соседей. А в магазинах несовершеннолетним больше не продадут зажигалки. Об этих и других принятых областными парламентариями законах расскажем далее. Принципиальных возражений, которые бы вынудили заблокировать закон, Владимир Сипягин в обосновании своей позиции не высказал. Новый закон к прежней редакции добавлял лишь одну существенную позицию – дневной тихий час. Принципиальных изменений не будет. То есть мы отстояли возможность отдыхать и в дневное время гражданам с 13 до 15. Но во всем члены согласительной комиссии согласились с этой формулировкой. Но и, собственно говоря, возражений губернатора не было принципиальных по тихому часу в дневные часы. Из завета губернатора получилось противоречие. Изначально на утверждение выносились два взаимосвязанных документа. Первый – сам закон о тишине, а второй – изменение в Кодексе об административных правонарушениях. В нем прописывалась ответственность за нарушение тишины. Второй документ губернатор как раз завизировал. Получилось, что наказание законодательно установлено, а за что – непонятно. В результате даже запрет на шум по ночам, который уже действовал, оказался парализован. Несмотря на то, что закон был поддержан общественной палатой и правоохранительными органами, депутаты не стали настаивать на изначальной редакции и предложили урегулировать все разногласия через согласительную комиссию. Это важно сделать как можно быстрее, потому что, напомню, у нас правовой сейчас вакуум образовался. Поскольку у нас сейчас и в ночные часы, к сожалению, так получилось, что подписав один закон и не подписав другой, губернатор создал правовую коллизию. Из конечного варианта документа исключат одну статью. Она запрещала проведение в определенные часы строительных и ремонтных работ с применением спецтехники. Мы понимаем, что такие виды работы – это, как правило, временные, носящие такой локальный конкретный характер. То есть провели работу, благоустроили территорию, все там на много лет про этот момент можно забыть. Теперь за покупку алкоголя для подростков в регионе будут наказывать. Такой закон в двух чтениях приняли депутаты ЗАГС Собрания. Идею законопроекта предложил прокурор области Игорь Понтюшин. Парламентарии законопроект проработали и поддержали. В числе авторов проекта – депутаты Владимир Киселев и Александр Нефедов. Нацелил он на тех взрослых, которые по просьбе подростков покупают алкоголь, а потом отдают его несовершеннолетним. Теперь по новому закону за это предусматривается административная ответственность. Согласно разработанному законопроекту, человек, который по просьбе подростков купил ему алкоголь, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За последние полтора года только во Владимире за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 юных горожан. При этом за продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено только 30 человек. Новый закон, по мнению авторов, должен уберечь несовершеннолетних от угрозы. Ребята, которые начинают принимать алкоголь, будучи несовершеннолетними, в 14, иногда в 13 даже лет дети принимают алкоголь, конечно, они очень сильно подвержены в принципе будущему алкоголизму. Страдает и в целом их здоровье. Поэтому мы считаем, что данный закон очень важен. Поддержали парламентарии и еще одну законодательную инициативу прокурора. Пока в первом чтении. Она предполагает введение административной ответственности за продажу на заправках топлива, негативно влияющего на состояние воздуха. Дело в том, что сейчас федеральный закон дает право регионам вводить ограничения на использование топлива, сжигание которого приводит к загрязнению атмосферы. Во Владимирской области приняли постановление, запрещающее продавать на АЗС что-либо кроме автомобильного бензина, дизельного и судового топлива, соответствующего техрегламентам Таможенного союза. Но штрафов за эти нарушения предусмотрено не было. Новый закон предполагает наложение административной ответственности. Мы сегодняшним законом пока в первом чтении вводим достаточно серьезные санкции. На должностных лиц штраф в размере 40 тысяч рублей, на юридических лиц 400 тысяч рублей, а за повторное нарушение штраф уже на должностных лиц 50 тысяч, на юридических 600 тысяч рублей. Парламентарии уверены, если закон будет принят, он позволит защитить окружающую среду региона от загрязнения. Маргарита Махрова, 6 канал. Установка пандусов и ремонт подъездов за счет капремонта. Такую инициативу разрабатывают областные законодатели. Общественник Роман Зайкин подбирал жилье специально, чтобы на улицу выйти и до квартиры добраться можно было самостоятельно. В этом доме все для этого есть. Со второго этажа Роман спускается и поднимается на лифте, а из подъезда выезжает через отдельный вход с пандусом. На тот момент, это был 2010 год, на тот момент было процентов 30, наверное, в городе обеспечены пандусом. Но сейчас все исправляется в лучшую сторону и все новостройки практически уже сделаны с доступной средой. Однако на улице показывает Роман, для человека на коляске по-прежнему немало препятствий. К примеру, неудобный вход в ближайший магазин или высокие поребрики. А ведь их можно было положить и горизонтально, говорит Роман. Из-за того, что такие барьеры, приходится объезжать или ехать по тротуару. И неудобно не только людям ограниченным, но и мамам столяскам. Здесь вот больница, что здесь поребрики, здесь поребрик. То есть желательно, чтобы положили, и вопрос решен. Для многих людей на колясках препятствием остается даже выход из собственной квартиры. Ведь в домах, которые построили много лет назад, пандусы не предусматривали. Оборудовать доступную среду можно за счет городских, областных или федеральных программ. Ведь за свой счет делать пандусы никому не под силу. Выход предлагают областные законодатели. Они хотят расширить перечень работ, на которые могут идти средства капремонта. Сейчас их можно направлять на ремонт крыши, покраску фасадов, замену стояков. В список предлагается включить и установку пандусов, а заодно и ремонт подъездов. Если наша инициатива будет поддержана, это будет не обязанность, это будет право субъектов Российской Федерации такой вид работ включать, либо не включать в те виды работ, которые оплачиваются из регионального капитального фонда. Если этот перечень будет расширен, тогда жители могут проголосовать, да, вот мы хотим там не только фасад ремонтировать, но и построить пандус. Общественникам такая идея понравилась, однако найденный источник финансирования еще не гарантирует саму установку пандусов. Это плюс, то есть у нас появляется такая возможность, ну, как она будет работать? Механизмов как бы много, но возникает еще и дополнительная проблема, потому что вопрос не только финансовый, это еще и технический вопрос, да. Мы с вами понимаем, что если мы говорим о уже давно построенном здании, у него всегда есть определенный набор ограничений. Это не как тема того технической возможности установки такого пандуса. Если пандус невозможно пристроить к подъезду, можно попробовать прямо к квартире, если она, конечно, не высоко. Такие примеры уже есть. Правда, для этого надо получить согласие других собственников дома. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Обсудили социальные проблемы региона. Так, сельским старостам, которые добровольно и безвозмездно взвалили на себя общественную работу, теперь будут выдавать корочки. А также у них появится право выступать в местных советах и возможность без очереди приходить на прием к руководителям органов местного самоуправления. Перед тем, как внести данный закон, мы посоветовались, провели круглый стол с участием старост Владимирской области. В ряде районов прошло обсуждение данного закона. Аналогичные законы были приняты во многих субъектах Российской Федерации. Необходимость принятия данного закона также продиктована федеральным законодательством. И я уверен, что это будет способствовать более грамотному, профессиональному исполнению старост своих обязанностей. Это моральная поддержка прежде всего. В будущем областные депутаты также намерены подумать и о материальной поддержке сельских старост. Правда, после пандемии. Ведь в бюджете пока и так дефицит. Я думаю, что этот вопрос тоже требует своего обсуждения. Но в условиях, скажем так, еще существования угрозы коронавируса, пандемии, когда сокращается доходная часть бюджета Владимирской области, мы посчитали, что пока рано обсуждать материальную часть данного закона. Я уверен, что этот вопрос рано или поздно придется обсуждать, потому что нагрузка на 100 раз сложится большая. Также депутаты приняли законы о посмертном присвоении наград. Автор закона проекта Роман Кавинов пояснил, что данная поправка в закон стала необходимой как раз в период коронавируса, когда на передовой были медики. Самое большое количество среди жителей, если по профессии брать, безусловно, заболевших именно среди них от COVID-19, есть, к сожалению, смертельные случаи. То есть люди, фактически исполняя свой служебный медицинский долг, заболели и умерли. И, казалось бы, можно было бы даже посмертно наградить таких. Но вот нынешнее законодательство о наградах подобную процедуру не предполагает. А вот и еще одно новшество. В область узаконили новый праздник – День народных промыслов. Закон о нем был внесен губернаторам. Депутаты Заксобрания документ доработали, прописали возможные форматы празднования и указали, какие мероприятия могут быть предусмотрены в рамках праздника. Большинством голосов депутаты проголосовали за данный закон. И теперь День народных промыслов будет ежегодно отмечаться во второе воскресенье сентября. Мы прописали поправкой, что должна администрация и регион, должны фестивали, праздники, грантовую поддержку должны осуществлять при проведении этих мероприятий. То есть, чтобы действительно, чтобы не только дата праздника была определена, но этот праздник был сущностно наполнен. Стоит отметить, что реализацию данного закона проекта курирует Владимир Киселев. В прошлом году после личного обращения к спикеру ЗС одного из ремесленников был проведен круглый стол, на котором озвучивались проблемы ремесленников и намечались пути их решения. Новый праздник должен привлечь внимание к культурному наследию региона. Зажигалки детям не продадут. Во Владимирской области одобрили закон, согласно которому розничная продажа товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, детям запрещена. По мнению депутатов, данный закон должен спасти детей от опасного вида токсикомании. Подвержены ему подростки даже из благополучных семей. В последнее время распространилось это явление у наших детей, и оно уже приводит к смертельным случаям. Конкретно в Владимирской области было зафиксировано больше... Уже на учете стоит более 11 человек в самом Владимире, и уже был зафиксирован даже смертельный случай. Явление очень неприятное в связи с тем, что оно не диагностируется практически родителями. То есть состояние вот этого наркотического опьянения, оно у детей вызывается вдыханием вот этого газа, и оно фактически определяется только в момент вдыхания этого газа. Данный законопроект был разработан депутатами по инициативе прокурора области Игоря Пантюшина, а также в память о пресс-секретаре Следственного комитета Ирине Мининой. Именно она одной из первых стала привлекать внимание общественности к опасности снифинга. С 2014 года, то есть за последние пять лет, Владимирский регион потерял 8 несовершеннолетних. Смерти детей были связаны именно с отравлением при вдыхании паров газа. В 2018-м двое подростков погибли, 17-летние в Суздале, и также вот в Александровском районе 15-летний мальчик. Сейчас уже надо спасать наших детей, потому что завтра уже может быть поздно. Авторы законопроекта отмечают, что данная инициатива предусматривает не только наказание за продажу подросткам зажигалок и прочих товаров с жиженным углеводородом, но и за привлечение несовершеннолетних к токсикомании. Административный штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. А вот за вовлечение несовершеннолетнего употребления продуктов путем вдыхания вот этого жиженного углеводного газа, это, естественно, наказание только на граждан и штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Во втором чтении депутаты также приняли закон, запрещающий продажу на заправках так называемого грязного топлива. Среди инициаторов документа также прокурор области. Закон должен остановить продажу суррогата, ведь зачастую под видом дизельного топлива водителям втюхивают печное. Наказание за такую подставу теперь будет немаленькое. Должностным лицам придется заплатить 40 тысяч рублей, юрлицам 400 тысяч. При повторном нарушении штрафы будут больше. Екатерина Филиппова, 6 канал. В России могут быть изменены сроки уплаты имущественных налогов. Депутаты Комитета по бюджетной и налоговой политике областного ЗАГС Собрания предлагают внести изменения в налоговый кодекс и передвинуть сроки уплаты имущественных налогов с декабря на сентябрь. А то при нынешнем порядке в местных бюджетах в течение года нет необходимого объема средств на первоочередные нужды. Часто муниципалитеты жалуются на то, что у них наблюдаются кассовые разрывы, потому что срок уплаты имущественных налогов 1 декабря. А делать благоустройство, например, или ремонтировать дороги нужно в течение лета. Соответственно, мы предлагаем передвинуть срок уплаты имущественных налогов на 1 сентября. Это позволит муниципалитетам эффективнее расходовать средства. На заседании Комитета по бюджетной и налоговой политике депутаты ЗАГС Собрания одобрили изменения в налоговый кодекс Российской Федерации. Народные избранники надеются, что Госдума поддержит их инициативу уже на этой осенней сессии. Очередное заседание Законодательного собрания области из-за коронавируса прошло в дистанционном режиме по видеоконференц-связи. Депутаты обсудили ряд важных решений. В частности, во втором чтении приняли изменения в законе о налоге на имущество организации. С 2021 года он будет начисляться, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Коснется это в том числе офисных зданий, торговых и административных центров, объектов общепита и бытового обслуживания, жилых помещений и строений, имущества представительств иностранных организаций. В итоговом варианте народные избранники добились преференции для бизнеса. Так, изначальная налоговая ставка для предпринимателей, пользующихся упрощенной системой налогообложения, снижена с 1,5% до 0,1% от кадастровой стоимости. Минимальную площадь объектов, которые будут облагаться налогами по новой системе, увеличили с 1000 квадратных метров до 3000. В результате удастся сократить число предпринимателей, которым придется платить налог на имущество с кадастровой стоимости. Надеемся, что это позволит и в 2021 году пережить непростую ситуацию и дальше развиваться. Для остальных также предусмотрено снижение ставки с 2 до 1,5%, но исчисление будет производиться от кадастровой стоимости. Продлили для предпринимателей налоговые каникулы. Закон разработали и внесли в облпарламент депутаты Роман Кавинов и Михаил Максюков. Нулевая налоговая ставка предусмотрена для тех, кто впервые начал свое дело, перешел на упрощенную систему налогообложения или патент. Льготой смогут воспользоваться предприниматели, которые работают в сфере бытовых услуг, а также в производственной, социальной или научной сферах. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, поэтому предприниматели должны будут выбрать подходящую для себя систему налогообложения. У нас больше 200 предпринимателей пользуются этой мерой в Владимирской области. Для стартаперов это большая поддержка. Это такая особенная мера нашего региона. Кроме нас, только в трех субъектах федерации приняты такие меры. Сегодня депутаты приняли этот закон. Наибольшую дискуссию среди депутатов вызвал закон о приватизации государственного имущества. Его суть заключается в том, что программа приватизации разрабатывается администрацией области, а ЗАГС собрания будет ее утверждать. Администрация области инициативу не поддержала. Однако, по мнению авторов законопроекта, новый закон сделает процесс максимально прозрачным и открытым. Ведь речь о приватизации ряда крупных социально значимых для региона предприятий. Подобный закон, к примеру, уже действует в Нижегородской, Томской, Липецкой и других областях. К нам в законодательное собрание неоднократно поступали обращения общественных организаций, непосредственно общественной палаты Владимирской области, которые обеспокоены возможными приватизациями ряда крупнейших предприятий Владимирской области. Законодательное собрание считает, что данные мероприятия и данные события, важнейшие для экономики региона, с учетом передачи государственных предприятий в частную собственность, должны проходить публично, открыто и гласно. После обсуждения закон о приватизации был принят. В следующий раз депутаты законодательного собрания соберутся 25 ноября. Члены рабочей группы по вопросам приватизации госимущества Владимирской области провели первое заседание. Напомним, 29 октября был принят закон, согласно которому программа приватизации разрабатывается администрацией области, а ЗАГС собрание будет ее утверждать. По мнению авторов документа, новый закон сделает процесс максимально прозрачным и открытым. Рабочую группу создали по инициативе депутатов ЗС. Председателем избрали вице-спикера и одного из авторов законопроекта Дмитрия Рожкова. Администрация региона попросила уточнить отдельные положения закона. Со стороны администрации были высказаны ряд предложений по корректировке. В основном все эти предложения носили технический характер, поэтому нами они были восприняты положительно. И мы спокойно, я думаю, в рабочем порядке все эти моменты урегулируем. Рабочая группа будет собираться регулярно. В состав входят в том числе представители региональной общественной палаты. Главная цель рабочей группы – контроль и быстрое разрешение всех вопросов, связанных с приватизацией конкретных объектов, которые относятся к имуществу области. Будет обсуждаться все этапы приватизации. Эта рабочая группа создана на постоянной основе, она будет работать постоянно. Все сложные моменты будут обсуждаться там. Дмитрий Рожков пояснил, что главная задача членов рабочей группы – рассматривать возможность приватизации по каждому конкретному предприятию области. Просчитывать все возможные последствия. И только после этого принимать решение о передаче объекта в частные руки. Ведь приватизация крупных, социально значимых для региона предприятий – очень ответственный шаг. Заксобрание уверено, что рабочая группа станет эффективным инструментом парламентского и общественного контроля. По итогам первого заседания удалось уточнить ряд положений нового закона. Но документ в целом не вызвал разногласий. На ноябрьском заседании Заксобрания области депутаты рассмотрели 18 законопроектов. В социальном блоке народные избранники проголосовали за предоставление детям-инвалидам права обслуживаться в поликлиниках без очереди. С такой инициативой вышли председатель ЗС Владимир Киселев и его зам Вячеслав Картухин. Ранее спикер облпарламента встречался с представителями общественной организации «Дети-ангелы». Тогда родители детей с инвалидностью и рассказали Владимиру Киселеву, как им трудно простаивать очереди в медучреждениях. Их просьба о приеме без очереди в поликлиниках легла в основу закона проекта. Его сперва одобрили на профильном комитете, а затем и всем составом ЗС. Теперь департаменту здравоохранения и главврачам на местах необходимо организовать работу поликлиник так, чтобы закон работал без сбоев. Мы с вами прекрасно понимаем, что и так тяжело, и морально тяжело, и физически тяжело родителям, да и самим детям, которые ограничены в возможностях, которые имеют какую-то инвалидность, которые имеют какое-то тяжелое заболевание. Им и так тяжело, когда они еще вынуждены стоять в общей очереди. Просто, наверное, это невыносимо для тех же самых детей, которые сегодня болеют какими-то тяжелыми заболеваниями. Работникам сельских школ расширили льготы. Речь идет о директорах и завучах. Теперь они будут тоже иметь льготу по оплате коммуналки, как и учителя. Депутаты приняли соответствующий закон. По предварительным расчетам народных избранников, изменения коснутся порядка двухсот руководителей сельских школ. Для директоров учебных заведений, сельских учебных заведений, для их заместителей действовали ограничения в виде социальной нормы по площади жилья. Ну, соответственно, все, что сверх того, то коммунальные услуги оплачивались по обычным тарифам без гигатирования. И вот не секрет, что малокомплектные сельские школы, там директор, как правило, исполняет множество функций, не только административные, он и педагог, он и завхоз, и многое-многое-многое, что на себе, что называется, тащит в таких небольших школах. Другая проблемная тема – бродячие животные. За последние годы только во Владимире было несколько громких нападений бездомных собак на людей. Депутаты ЗС приняли пока только в первом чтении закон о наделении местных органов власти отдельными полномочиями по обращению с безнадзорными животными. Речь, в частности, о размещении и содержании бродяжек в приютах. Уточнить полномочия на местах требует федеральный закон. Впрочем, на практике к его исполнению у депутатов множество вопросов. К примеру, в регионе сегодня нет ни одного приюта, который соответствует последним требованиям законодательства. Депутаты предложили новую формулу, по которой муниципалитеты смогут получить больше денег на бродячих животных. Но решит ли это проблему? Народные избранники обратились с критикой к исполнительной власти и попросили руководства профильного департамента ветеринарии работать активнее. В последнее время я вижу какая-то пассивность со стороны администрации Владимирской области по этой теме. Огромная просьба к вам. Нужно активизироваться. От вас должна быть инициатива и активность. Если этой активности не будет, никакой закон ничего не поможет сделать. Мы можем и денег много направить, но если система не будет работать, если эта система не будет создана, а систему должны вы продумать, ваш департамент должен продумать вместе с руководством администрации области. Если этой системы не будет, соответственно, работы никакой не получится. Поэтому к вам большая просьба, значит, вот эту работу активизировать. Люди очень недовольны тем, что происходит у нас с этим бездомными животными в Владимирской области. Также накануне стало известно, что в ЗС внесен закон о медалях для медиков. Они сейчас на передовой борьбы с пандемией. Народные избранники вышли с инициативой наградить фельдшеров, врачей и медсестер медалью за медицинскую доблесть. Она будет носить имя хирурга Николая Алексеевича Орлова, который внес большой вклад в развитие Владимирского здравоохранения. Предполагается, что вместе с медалью отличившийся медработник получит и денежную премию, размер которой определит губернатор. В работе над документом приняли участие депутаты Единой России, ЛДПР, Справедливой России и КПСС. Инициативу рассмотрят на одном из ближайших заседаний ЗАГС Собрания области.